Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы «Новости» – клуб танцевального спорта «Лунапарк». Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости «Анапа-регион». В студии Ирина Меркуриева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Благоустройство города, санитарное состояние и газоны. Пока одни анапчане наводят и поддерживают порядок, другие культивируют амброзию. Подготовка к осенне-зимнему сезону. До контрольного срока осталось две недели. Российскому обществу инвалидов исполнилось 25 лет. Праздник отметили в станице Гастагаевской. Детский центр смены принимает смену волонтеров-иностранцев. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. Поддерживать в городе чистоту и порядок – задача всех анапчан. Кто-то занимается благоустройством по долгу службы, кто-то по зову совести. Хозяева частных домов подметают придворовые участки, а ухаживают за газонами. Руководители городских предприятий тоже следят за порядком на прилегающих территориях. Каждый в меру сил. Наша съемочная группа побывала на улице Лермонтово. Как выглядят сегодня прилегающие территории к объектам водоканала, теплосетей и НЭСКО – расскажем прямо сейчас. Европейская чистота. Аккуратные подстриженные газоны в центре сквера установили скамейки и урны. Отдыхать и прогуливаться около здания предприятия «Водоканал» приятно. Молодые мамы приводят сквер на прогулку детей, как в маленький парк. Для того, чтобы поддерживать порядок на территории, каждый четверг мы выходим с утра всем коллективом, подметаем, убираем сухие листья. В этом году посадили несколько молодых деревьев. В центральном входе нашего водоканала очень часто гуляют мамы с детьми. И здесь, поскольку много деревьев, зеленая трава всегда очень чистая, они с удовольствием сюда приходят. Хвойный аромат леса в городе, ровные дорожки из тротуарной плитки и, как бельмо в глазу, полуразрушенное сооружение соседей, предприятие «Теплосети». Обещали облагородить и привести в порядок в начале лета, а ВОЗ и ныне там. Удивили соседи с другой стороны улицы Лермонтово. Со стройки пыли, грязь, из забора торчит проволока. Большегрузные машины разбили тротуар. Застройщик приносит извинения с сообщением на баннере. Но полотно баннера доброго слова не стоит. Соседи предприятия «НЕСК» электросети на газоне культивируют амброзию. Через пару дней пыльца самой аллергенной травы разлетится с ветром. Данный куст мы видим уже, что начинается цветение, еще день-два, и уже пыльца по полной программе пойдет, которая будет вызывать непосредственно уже аллергические реакции у людей. Поэтому необходимо под корень ее срезать и уничтожить, и не давать ей отрастать в дальнейшем, постоянно вести мониторинг и подкашивать. Этот газон подходит под предписание. Мы сейчас проезжали, и если сейчас в ближайший срок не выйдут, как нам пообещало руководство, мы сейчас вызовем карантинного инспектора и составим протокол. Сотрудники предприятия отреагировали на замечания и почти выполнили обещание. Почти, потому что работник с косилкой простоял на газоне ровно две минуты. И, видно, пожалел амброзию. Кусты карантинного сорняка продолжают свисти и пахнуть. Не все руководители поддерживают общегородской стиль благоустройства, и не все заботятся об имидже предприятия, как руководство водоканала. Наталья Пухальская, Алексей Мухорцев, Анапа. Регион. Продолжение темы благоустройства. Сотрудники Анапского отдела ГИБДД перекапывают незаконные съезды к так называемым «диким» торговым местам продажи сельхозпродукции на автомобильной дороге. Продавцы овощей и фруктов самовольно, без разрешения и без согласования с отделом ГИБДД обустроили съезды. В антисанитарных условиях продают овощи, фрукты и виноград. Мы не против реализации продукции, но это должно быть организовано, цивилизовано, на каких-то площадках, без грязи, без всего. Должно быть однородное покрытие. С проезжей части на продукты оседает пыль и дорожная грязь. После дождя липкий чернозем тянет на дорогу. На скользкой поверхности тормозной путь транспорта увеличивается, а это напрямую угрожает безопасности дорожного движения. Новые незаконные съезды, как грибы, после дождя вырастают каждый день и на один день. Сотрудники комиссии проверяют дороги каждый день, нарушителей наказывают и составляют протоколы, чтобы пресечь незаконную торговлю и предотвратить желание других торговцев выйти на дороги. Продолжаем выпуск. По поручению главы Анапы Сергея Сергеева, заместитель мэра Алексей Харитонов провел рабочее совещание по подготовке курорта к осенне-зимнему периоду 2013-2014 года. Были рассмотрены вопросы от своевременного выделения средств до стадии проведения работ. Подробнее в нашем следующем сюжете. Заместитель начальника Центра материально-технического обеспечения Дмитрий Байдиков доложила о полной готовности школы Анапы к отопительному сезону 2013-2014 года. На выделенные средства из муниципального бюджета закупили два котла. В школе номер 15 котел установят 19 августа. Из 42 дошкольных учреждений города 39 готовы к работе уже сегодня. В детский садик номер 6 «Ракета», номер 24 «Холосок» и номер 43 проводят капитальный ремонт. Новые группы детей примут осенью. Заместитель начальника управления здравоохранения Людмила Королева отчиталась о подготовке к осенне-зимнему периоду учреждений здравоохранения и о закупке топлива. На резервные источники питания во всех трех участковых больницах имеется дизельный генератор мощностью 100 кВт, дизельный генератор на 140 кВт и дизельные подстанции, дески 100 на двух участковых больницах. К отопительному сезону дески готовы. Главы сельских округов доложили о состоянии подготовки к отопительному сезону в своих районах. Комплексные работы активно ведут. По некоторым отчетам возникли дополнительные вопросы. Виноградный джигинс. Прошу заняться. Именно в отводной траншеи, потому что прием в главе люди обращаются под топливцы, мы должны работу эту продолжить и начать. И самое главное – опрессовка многоквартирных домов. У вас очень большой процент газификации. Срок окончательной готовности города-курорта к зиме власти определили для служб короткие – две недели. Однако, судя по темпам проводимых работ, ответственную структуру успеет в него ложиться. Алина Гумерова, Артем Зиборов, Анапа-Регион. В этом году Всероссийскому обществу инвалидов исполняется 25 лет. За эти годы образование объединило более 2 миллионов человек. Станица Гостогаевская – одна из самых многочисленных и активных первичных организаций. В ее рядах более 300 человек. В этом году администрация города-курорта помогла приобрести Гостогаевскому обществу инвалидов массажное чудо-кресло производство американской фирмы «Индиго» стоимостью 350 тысяч рублей. Председатель Совета ветеранов Станицы Гостогаевской Зинаида Акимовна Евдокимова хорошо знает, что в преклонном возрасте главное – поддержать здоровье. Поэтому вместе с врачом Валентиной Рязановой они обратились к тогда еще исполняющему обязанности главы города-курорта Сергею Сергееву. На День здоровья в январе в Станице Гостогаевской чудо-кресло вручили адресату – медпункту при клубе ветеранов. Инвалиды и ветераны проходят оздоровление массажем. Юбилей Всероссийского общества инвалидов отпраздновали в Красной Горке. Столы для участников общества, гостей и друзей накрыли в живописном уголке. Как проходил праздник, расскажет Лариса Басова. Более ста человек собрались в уютном зале ресторана в урочище «Красная Горка» на берегу пруда. Депутаты ЗСК и Советы города-курорта, представители администрации приехали с подарками. Большую благодарность выразили Зинаиде Акимовне Евдокимовой, которая руководит обществом инвалидов и ветеранов Станицы практически со дня его основания, вот уже 20 лет. Зинаиде Акимовне со своим правлением и активистами обязательно каждого из них посещает дома, не оставляет без внимания. Им за это огромное-огромное спасибо. И доброго, крепкого здоровья. Чтобы у вас было столько здоровья, чтобы вы всегда могли счастливство в своей церкви, тепла отдавать всем учреждам общества. Самодеятельные артисты Гостогаевского Дома культуры подготовили большую концертную программу. Выступали народный ансамбль казачьей песни «Шумай», образцовый художественный ансамбль танца «Кана». Но это не просто коллективный выезд на природу в честь 25-летия Всероссийского общества инвалидов, а еще и плановое поздравление с днем рождения и юбилеями членов общества. В этот день по традиции поздравляли именинников августа и юбиляров года. Любовь Михайловна Зайцева 6 августа отметила 80 лет со дня рождения. Более 40 лет она трудилась на совхозных виноградниках, много испытаний выпало на ее долю. Нас школой полностью возили на этих, на лошадях вывозили, и мы до колосочка собирали это зерно. Все школой. Вот такая наша жизнь была. Очень трудно. Заради тарелку супа раскидали рассаду, табак и поливали. Сажать нам не доверяли, потому что мы очень мелкие были, совсем мелкие. Дые, как после войны. Ну, голос страшный. Это люди с огромной волей. Они не утратили умение радоваться. Конечно, было очень много хороших вспоминаний. Из свадьбы гуляли, провожали в армию. Ездила в этот Кронштадт, я была в Ленинграде. Ездили на присягу. В Белоруссии. Детей-то пять. И с высоты своих лет ветераны войны и труда, инвалиды, дают нам всем совет и пожелания. Они знают, что главное в жизни. Доброта. Чтобы были дружны все. Молодежь должна трудиться и строить будущее для себя. Если будет трудиться так, как мы трудились, будет все хорошо. И будут они счастливы, их дети будут счастливы. И мы около них. Лариса Басова, Артем Зиборов, Анапа-регион. В Федеральном детском центре сменов СУКО работает 40 волонтеров со всех уголков света. Говорят на английском, немецком, итальянском языках. Наши ребята находят общий язык с иностранцами через переводчика. Тунис, Китай, Турция, Гонконг, Индия, Венгрия и другие страны при поддержке Союза российской молодежи и международной волонтерской организации «Айсик» делегировали в Анапу молодых людей, которые могут передать сверстникам определенные знания по культуре своих стран. Китайская каллиграфия, кунг-фу, йога, иностранный язык могут освоить российские ребята, которым улыбнулась удача отдохнуть в этот поток в смене. Я учу детей английскому языку. Мы вместе играем, они осваивают язык, например, во время игры в волейбол. Центр занятости населения в Анапе приглашает работодателей и соискателей на профильную ярмарку вакансий «Идем работать в школу». Приглашают работников с педагогическим образованием. Ярмарка пройдет 16 августа в Центре занятости населения по адресу улица Калинина, 12А, с 11 до 12 часов. Справки по телефону 402-38 и 409-11. И экстренное предупреждение МЧС России по Краснодарскому краю. С 15 по 17 августа в Анапе объявлена чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Высока вероятность возникновения природных пожаров. Отдел гражданской обороны и защиты населения предупреждает неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, не разжигать костры на приусадебных участках вблизи лесных массивов. Категорически запрещено выжигать мусор и сухостой. На сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на завтра. Прогноз выходит при поддержке наших партнеров. Салоны магазина изделия из камней самоцветов Тайны Медной горы и торгового центра «Алиса». Всегда удачный шоппинг в центре города. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса» Исполняет ваши желания. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайны Медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин Тайны Медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. В пятницу, 16 августа, в Анапе малооблачно, возможно, гроза. Температура воздуха днем плюс 28-30 градусов, ночью до плюс 27. Ветер северный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте плюс 26 градусов. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и клуба танцевального спорта «Луна Парк». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи — четвертый квартал 2013 года. Телефоны 48333 и 48300. Они стали легендой. Девятикратные чемпионы мира. Клуб танцевального спорта «Луна Парк». Стань одним из нас. Стань чемпионом.